Девушки отдыхают Первые шаги на этом пути мы делаем навстречу самым близким людям, чтобы вернуться к ним, обнять и поцеловать. Одни дороги знакомят нас с миром и помогают узнать себя. Они учат дружбе и увлекают приключениями. На них мы взрослеем, изучаем новое и становимся теми, кто мы есть. Девушки отдыхают Появляется место для совершенно новых историй. Главное, чтобы в этот момент близкие люди были рядом, потому что с ними любая дорога будет счастлива. И где бы ты ни был, ты знаешь, что дорога приведет тебя обратно к ним, чтобы уже ты стал тем самым близким человеком, ради которого будут делать первые шаги. Дорога — это то, что нас объединяет и открывает новые возможности. Мы — компания «Устой-М», и наша работа — строить дороги. Какое главное изобретение человечества? Колесо. Без него нельзя представить существование больших государств, торговли и какой-либо автоматизации. Но вот без чего самое главное изобретение человека не имело бы смысла, так это без дорог. Дороги стали основой для создания цивилизованного мира. Они как кровеносные сосуды, которые связали города, людей и страны в одну систему. В России старт развития дорожной отрасли пришелся на 18 век, когда по указу Петра Первого началось строительство трассы «Москва-Петербург». Год за годом города приближались к деревням, сельскохозяйственная продукция к рынкам сбыта, полезные ископаемые к промышленности. Здесь мы перенесемся на Камчатку. Дороги на Камчатке нужны были, чтобы связать места добычи полезных ископаемых и ресурсов с морским портом, а также создать инфраструктуру для дальнейшего развития региона. Одним из важнейших проектов того времени стала грунтовая дорога до села Мильково, план на строительство которой утвердили в 1933 году. Почти 40 лет понадобилось, чтобы проложить путь среди гор и рек. Это история о людях, которые посвятили свою жизнь созданию дорог, о тех, кто проводит месяцы в отдаленных уголках нашего края, прокладывая новые пути. Это история о дорожниках. Первое впечатление или первое представление о работе дорожников, это было при первой поездке с моим отцом, он был механиком в ДСУ-1, в район Правой Камчатки. Вот тогда мы немножко какое-то представление поимел, как живут дорожники, мы ночевали в отряде на Киргуропе, как они работают, посмотрели, как мосты, как сваи забивают. Мы закончили классом, 10 классов, тем не знал, куда я буду поступать. Мы после с другом пошли сдавать, подали документы, пошли сдавать экзамены. Мне попался ряд Тейлора разложить, ну, это не школьная программа, по крайней мере, в то время было, конечно, ее решить не мог. Но прихожу домой, говорю, ну, не сдал. Ну, не сдал, давай, иди работай. Да без вопросов. Он меня устроил учеником слесаря, что-то у меня было 17 лет. Я начал работать. Ну, поработал сколько там, буквально месяца 3-4, забрали в армию. В армию отслужил, после окончания пришел опять же туда, постоянно разговариваем, что тут будешь делать, что-то как, собираешься. Я говорю, да, пока не знаю, вот с вами работаю, буду работать. Говорит, не, не надо. Да, давай, вот там есть Хабаровский политен, нам дорожники нужны, езжай туда, поступай. Ну, что-то я подумал, подумал, ну, после армии вроде там льготы какие-то есть. Ну, поехали, а тяжело было после армии, это 2 года перерыв, ну, сложновато. Ну, и мне как общественника не отправили сюда, потому что на Камчатку раньше попасть было очень сложно. На работу отправили в Мельково. Вот там я начал трудовую деятельность в качестве мастера дорожно-строительного управления номер 2. Дали самостоятельный участок, вот сказали, вот тебе там куча техники, вот люди, вот проект рисую. Нарисовал линейный календарный график вот такой вот. Уезжает начальник, увидел у меня в прорабке линейный календарный график. Я говорю, вот для ввода в эксплуатацию этого объекта дополнительные еще там 2 экскаватора, бульдозера, 10 машин. Он так посмотрел, ну, ты какой-то этот точно сделаешь? Ну, сделаем. Ну, все, предоставил, и мы все как сдали. Помощь оказывали старые ребята, они мне всегда давали совет с самого начала. Прежде чем что-то решить, ты подумай 10 раз. Но если что-то ты решил, даже если ты неправильно решил, не меняй свое решение, ну, так будет лучше. В следующий раз будешь 10 раз больше думать над этим вопросом. Ну, вот принцип где-то этот использовал в дальнейшей работе. Прекрасно видел, в каких условиях они работают. Порвется трос, вот они лезут, 30 градусов мороза на рукавицы. Ремонтных бригад никаких раньше у нас особых не было. Все сами, все сами. Когда уже самостоятельно начал работать, и именно на это обратил в первую очередь внимание. Это условия проживания, скажем, условия питания. Вот, и все. И практически там с переменным успехом отработал в Камчат-Автодоре и замначальника по строительству, главного инженера. Ну, пришло понимание, что Камчат-Автодор в тех условиях, она очень непрактичная организация, скажем, многие не привыкли по-новому работать. Привыкли зарплату получать, она независима от финансового результата. Так не должно быть, он потихонечку просаживался. И поэтому было мне за 50, с женой переговорил. Говорю, вот такая ситуация, я готовлюсь уйти с Автодора, создаю предприятие свое и буду пытаться работать самостоятельно. Ну, супруга сказала, ну, ты большой, говорит, самостоятельно решаешь, давай. Понятно, и для себя тоже, да, 51 год, да, начинать какой-то бизнес, ну, странно быть, не 25, 51, хватит ли здоровья, еще что-то, но, тем не менее, начали работать. Мы начали с чего? Мы, ну, я еще раз повторю, было много знакомых, Болтенко, Владимир Васильевич, давай заключим договор, давай, что у тебя есть? Ничего нету, говорит, просто желание есть работать. Думаю, что не подведу. Ну, ладно, я тебя давно знаю, давай заключим. Заключим. Ну, все заключили договоры, я потихонечку начал работать. Юрий Валентинович собирал свою компанию с Автодора самых хороших специалистов, скажем так, там, с ДСУ-2, с ДСУ-3, четыре, все такое. Ну, и получалось, короче, вроде как, элитный состав. Юрий Валентинович, он от нас не вылазил, там был хайлюкс у него, с кузовком такой. Вот он постоянно, он года три, наверное, четыре на этом хайлюксе так и ездил. Ой, ну, это были такие веселые времена, когда мы все тут такие веселые, азартные, давайте работу, где копать, что копать. В общем, стремились. Постоянно обновлял, деньги появились, вот мы даже среди лета, первые два месяца отработали. Он купил еще экскаватор, еще один бульдозер купил. Первый объект у нас большой был 2007 год. Мы, когда зашли на этот объект, у нас к этому времени уже было порядка шести экскаваторов, пару катков, грейдер. Вот в автодорте посмотрели, ничего себе, говорит, у вас техника, техника там уже к этому времени там новых экскаваторов, по-моему, штук и четыре было. Ну и со временем, конечно, все развивалось, благодаря Юрию Валентиновичу. Конечно, организация на глазах у нас росла, искала работу, и так вроде все пошло у нас. Если порассуждать, что же стало причиной успеха, то можно сказать, что главное это то, что все делали свою работу. Мы как большой механизм, который работает на одну цель. Сделать дорогу качественно и быстро. Здесь все связано. От повара до директора. Все нужны. И если вынуть одну деталь, механизм начнет давать сбой. Поэтому важно, чтобы все делали свою работу качественно. Ну и, конечно, сами получали удовольствие от результата. Без этого никуда. И я рад тому, какой коллектив сложился. Ведь в сильной компании и ты становишься сильнее. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 самое главное чтобы все мои мои так сказать хозяйство все производственная часть так это дробилки заводы запустились во время отработали нужный объем нужного качества просто есть допустим карьере у меня там один какой-нибудь давили сферочный комплекс остановится по причине поломки мнение будет запчасти то это простое как правило около месяца даже самолетом будешь что-то вести поэтому чтобы таких моментов не было мне надо чтобы все у меня работало моих мои обязанности непосредственно входит выпуск асфальтобетонной смеси то есть производство асфальтобетонной смеси из компонентов лаборатория нам дает рецепт на какой-либо вид асфальта и мы подбираем по бункерам как нам лучше производить загрузку в завод инертных материалов поэтому все вбивается у нас программа у нас все получается автоматическое идет одну контролировать процесс всегда надо потому что есть какие-то нюансы что-то пересыпет что-то не досыпет надо за этим всегда смотреть допустим на моем опыте мы вели наверное сразу 45 проектов умудрились ввиду погоды ввиду каких-то других факторов что нам кто-то не позволял там вести работы мы все все в сроке выполнили и это все в один сезон если наши все шесть завода запустится может произвести 500-600 тонн в час это очень большая скорость для камчатского края это прям невероятно просто тут даже не сравнить я был на форуме на одном два года назад руководитель форума там спросил андрей павлович скажите ваши объемы на следующий год я им говорю двести сорок тысяч только асфальтобетона из 35 организаций которые находились на форуме ни один не поверил и сказал там грубыми словами выразился потом потом посмотрели действительно спрашивали как вы таким коллективом да как это у вас все получается не знаю получается стараться наверно к вам подходить получается это очень большой механизм небо наверное это сказал где каждый отдельный человек это одна маленькая шестеренка и в совокупности мы все работаем на этот механизм большой прерывный один за один все завязано все связано возьмите даже вот заправщика нашего это просто кошмар без него никак и он бедный разрывается и туда и сюда это уже планирует как лучше все мы в одной связке и стараемся сделать как лучше ну быстрее соответственно качестве работа действительно большая происходит если мы создали предприятие мы должны его ну скажем мы дальше развивать что она работала и в конечном итоге мы сейчас но это небольшие там никита пафосные слова тем не менее ты там 450 человек за тобой стоит и для того чтобы как-то ответственность за это дело тем более люди там некоторые те же по 15-20 лет работать а безусловно считаю что особняком устой стоит конечно по сравнению с другими компаниями и залог успеха его роста он очевиден и это не секрет я думаю ни для кого это высокий профессионализм его руководство просто бешеная работоспособность болеете если бы этим не болели на самом деле бы да мне кажется нервов здесь не хватит работать такой тяжело на самом деле очень много конечно было всякого и лопатами кидались потом извинялись конечно готовы ко всему этому конечно критики это понятно людям конечно хочет чтоб сразу и быстро но такая вот технология что в первую очередь качество когда начинали мильковскую дорогу очень было сначала много негатива так сказать от людей что это все у нас долго затянется что мы все это ломаем а в процессе когда один объект сдали там через год второй третий люди уже видят что процесс идет процесс не останавливается люди как бы относиться стали с уважением где-то также с уважением я имею ввиду что на скоростные режимы на знаки обращать внимание там да и просто как бы даже подъезжали там жали руку говорили спасибо там давайте быстрее заканчивайте дорога отличная что получаешь от того когда у тебя все получается это понимаешь как ты это делал до в свое время что тебе приходилось для этого сделать чтобы красиво все получилось ты выдохнул ну и смотришь сам со стороны любуешься на это мы еще когда работали в автодоре в мильково десу у нас были планы всегда своих выступлениях говорю план до 2000 года сделать дорогу до усть-камчатска первое и второе проложить асфальтобетон до мильково это было в планах наших перспективных камчат автодора я считаю наше предприятие преемственником или преемником камчат автодора поэтому там не только там строительство скажем виде производственных мощностей и всего прочего а и преемственность такая отношение к людям все прочее вот мы прием в конце концов мы примеров в каком там двадцать первом году до двадцать втором году мы асфальт положили дорогу до этого гравийную дорогу дочь камчатска сделали во первых поездка в город наверно перестала быть чем-то таким тяжелым долгим мы теперь ездим город чаще и на автобусе в том числе и на своей машине стало немного комфортней появилась больше возможности даже на те же выходные быстренько съездить город туда обратно одним днем была дороги стали ровные перестали ходить в сапогах болотник как точнее сказать особенно весной на горку да на город быстро за три часа и там дорогу чистит они кстати хорошо чистит молодцы довольны мы как они работают поэтому молодцы производство располагается в мельково да вот раньше были у нас действительно трудности когда 15 год мы начали работать это же какая дорога была вы наверное бывали в мельково ли в атласово ездили да вот с транспортировкой а у нас же еще производится продукция стеклотари и в общем-то много было убытков бывало что где-то застревала машина где-то попадала в ряд в разные такие как бы неприятные ситуации много билось продукции много приходилось кому-то и платить кому-то списывать вот вот так вот ну а теперь нет проблем самое большое это ну четыре часа он идет хотелось бы вот по окончании скажем строительство дороги этой или реконструкция дороги до мельково но оставить какую-то память но я тоже все скажем зрелый человек да поэтому у меня в памяти очень много людей дорожников мостовиков с кем мы работали но хотелось бы что-то как-то оставить они начали 61 помогут и начали строительство дороги до этого до мельково сколько народу только сейчас мы более-менее сделали эту дорогу я думаю что если бы не компанию стоим у нас бы не было таких хороших дорог как сейчас очень горд что принимал участие в реконструкции мельковская до автодороги начал ее и закончил ее сейчас у нас очень большой объект три вулкана сто шесть километров это нам до тридцать первого года строительства и когда смотришь на этот весь масштаб и что ты в нем принимаешь такое ответственное значение участия ну очень становится приятно и гордо что с тобой такой коллектив я говорю в чем прелесть работы дорожника но я первое про строительство да вот мы заходим стоит стена леса все где-то здесь там прошли пробили ось разбили ширину полосы от вода все через год ты приходишь у тебя уже дорога 10 километров дороги все пробил до какого-то пункта все поехали в пункт в этот по дороге я вношу капельку своего труда вклада в эту красоту она камчатка у нас и так красивая и мы ее облагораживаем вот этим всем работать дорожником ну это моя вся сознательная жизнь я просто я горд тем что мы строим такие дороги еще ты едешь и надо женой грешу здесь я работаю 10 вот это я делал дорога это жизнь тоже идешь и держишь и держишь как говорят строители каждому дано так щедро жить друзьям в подарок города дарит нас что-то можно провести параллель а мы строим дороги которые остаются после нас и пользуются все этим людям вот вот дорожник после нас остается и видны наши труды скажем или результаты нашей работы видны сделали дорогу ложились хорошо сделали старую дорогу лежит хорошо говорю супруге там детям внукам вот мои ученики видите когда лежит дорога нигде не тряфнет не все все прекрасно стыки не с ней не чувствуются все значит жить прожита не зря на последней остановке нет машин только светят звезды ты идешь домой совсем один и уже так поздно завтра будет новый день не забудь проснуться если кто-то пошутил нужно улыбнуться счастье счастье это только взгляд на мир и ничто иное стоит это осознать и все вокруг станет как родное и его никто не дать не отнять не сможет это как рассветка глаз как тату на коже счастье счастье Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»